Всем привет! С вами ТВ Детки! И сегодня в Москве отмечается самый древний праздник. Навруз, олицетворяющий приход весны и Нового года многих регионов России. А в столице он давно стал символом дружбы нашей многонациональной страны. Силы и мощь российского государства, дружбе и единстве народов. Впервые для москвичей пройдет широкое празднование и звездный концерт в онлайн формате на телеканале «Мир». Ну а все интересно, эксклюзивно в репортаже ТВ Деток. У вас есть любимые традиции празднования Навруза? Всегда с семьей. Чаще всего я провожу его на сцене. Дома Навруз мы не отмечаем, потому что мы отмечаем все остальные праздники и свои в том числе. Сколько я помню Навруз, это такой массовый праздник. Все выходят гулять, идут на концерты. Поэтому для меня вот с детства, так как я это помню, для меня это такой праздник. Мы каждый год вот так наращиваем вот это пшено, потом делаем из него вот как-то вот сумелек это называется. Мы обычно собираемся со всеми семьями, друзьями, готовим праздничный плов и танцуем. Мы организовываем стол праздничный, поем песни народные. Обязательно. Это, конечно же, национальная традиционная кухня. Мы любим готовить очень хорошее блюдо, называется хинкал. А что для вас значит этот праздник? Праздник весны. Этот праздник говорит сам за себя. День единства народов, день весны. Для меня это очень что-то близкое и родное. Он для меня значит, насколько велик наш народ, насколько мы красивы собой. Семейный какой-то праздник, когда сидишь в кругу семьи, отмечаешь. Торжественная часть начнется с приветственных слов руководителя межрегиональных связей Виталия Сучкова и выступления заслуженной артистки Аниты Цой. В этом году программа максимально приближена к традиционному празднованию Навруза. Зрители ждут выступления лучших народных коллективов. А также презентации изделий массеров народного творчества, демонстрация костюмов диаспоры и народных кухонь. В программу даже входит приготовление плова. А вы согласны с тем, что Навруз это пример праздника солидарности? Конечно, конечно, мы именно об этом говорим, что это мир, это солидарность. И вообще, мне кажется, что вот такие праздники, как Навруз, их нужно обязательно отмечать не только тем национальностям и народам, кто заведомо знает этот праздник, а вообще всем миром. Я считаю, что да, что отчасти это такой праздник. Это праздник единения, что ли, народов, сплоченности. Рассказываете детям про традиции Навруза? Да, рассказываю, конечно. И могу сказать, что мои дети знают, что это за праздник, знают, что это такая традиция ежегодная. Праздник Навруза является одним из самых древних праздников на Земле и связан с культом Солнца. Он был известен еще до 7 века до нашей эры, а может и раньше. Просто историки не нашли этого подтверждения. Навруза в наше время отмечают День весельнего равноденствия по астрономическому солнечному календарю. В переводе с фарси обозначает новый день, обновление природы и человека. А в 2009 году его даже включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Расскажи о сегодняшнем выступлении. Я представляю народ Азербайджан и вышла вот в таком народном азербайджанском костюме. Я сегодня буду выступать от имени Кыргызской республики «Родная земля». Разные народности объединились в этот день и, соответственно, мы просто представили каждой свою национальность. Я хочу сказать, что для меня большая честь сегодня выступать на празднике «Новруз», потому что это праздник весны, это праздник любви, это праздник моих любимых друзей, которые живут по всему миру. Все как в тумане, но я очень рада. Сегодня было два выступления. Первое на малой спортивной арене в Лужниках. Мы успели и там выступить перед огромной аудиторией и успели приехать сюда. Сегодня мы представляем композицию встречи гостей. Мы выходили в международных одеждах и показывали, насколько мы красивы и внутренне богаты своим народом. Мы очень, знаете, очень любим танцевать и очень хотим, чтобы у нас получилось это выступление. Сегодня, так как праздник «Новруз» и это весенний праздник, мне очень хотелось это подчеркнуть своим нарядом. Поэтому сегодня у меня распущенные цветы на мне, вот, цветущие, которые мы все очень ждем. Ну и исполнила две песни. Праздник «Новруз» так широко отмечает в столице 15-й раз. И в честь этого организаторы проекта и департамент национальной политики Москвы готовят грандиозное, тетрализованное онлайн-шоу с участием звезд эстрады. Анида, расскажите о том, что происходит в вашем творчестве. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет из моих поклонников, что 6 февраля мы должны были отмечать, мы большой 50-летний юбилей в Кремлевском дворце. И мы приготовили большое красивое шоу «Пятый океан». Но в связи с тем, что Кремлевский дворец оказался закрытым, мы быстро перебрались в главкино и отсняли телевизионную прямую трансляцию всего нашего шоу. У меня очень красивая песня. Песня, которая трогает душу очень сильно, можно даже сказать, меняет какие-то взгляды. Поэтому я очень надеюсь, что я в скором времени ее сделаю и вы ее услышите. Следите ли вы за молодыми музыкантами или блогерами? Господи, я день и ночь слежу за ними. Я не вылажу вообще из тиктоков, инстаграмов и других социальных сетей, потому что очень много такой, знаешь, необыкновенной, молодой, талантливой, я бы сказала, аудитории начинает наступать нам на хвост. За ними следят мои дети и мне потом рассказывают, кто сейчас модный, популярный, какие-то песни, артистов мне так презентуют. И мне это интересно, да. Про каких артистов вам рассказывают ваши дети? Вот, значит, от детей я узнала о Джоне, о Анецай. Но мне вот эта песня очень понравилась. Если бы слезы твои были водой. Это очень красивая песня. Да, кстати, это очень здорово, что песня с глубоким смыслом и такая мотивирующая ее слушает молодежь. Это классно. Вот, ты знаешь, вот 7 марта, например, я провела целиком под песней Алины Косовой. Вот мы сейчас в моем сторисе, и ты видишь, как я ехала на машине и балдела. Что посоветовать начинающему артисту? Начинающему артисту я бы посоветовала найти себя, найти свою музыку, свой стиль, свое направление. И идти вперед, несмотря ни на что. И обязательно однажды будете верить в свою звезду, в себя, и заниматься творчеством своим, именно вот найти себя. И обязательно оно откликнется у людей. Вот это праздник весело и познавательно. Ну а финальный номер уже по традиции исполнил хор турецкого. А с вами были ТВ-детки. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал и оставайтесь в курсе самых интересных событий. Ведь мы звездим по-взрослому. Всем пока-пока!